Итак, срочные и неприятные новости. Цены на бензин в России в сентябре выросли на 10%. Цены производителей на автомобильный бензин в Российской Федерации в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом, говорится в материалах Росстата. В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов, топливо, легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки на 11,5%, бензин автомобильный на 10%, мазут топочный на 9,8%, масла нефтяные, смазочные и прочие, не включенные в другие группировки на 9,2%, топливо дизельное арктическое на 7,5%. Газоли на 7,5%, пропан и бутан сниженные на 7%. Сказано в информации об индексе цен производителей промышленных товаров в сентябре. Цены на нефтепродукты в Российской Федерации резко росли весной и в начале лета. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом. В рознице с середины апреля бензин в среднем по Российской Федерации стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дистоплива и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решения о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В мае цены производителей в Российской Федерации на бензин росли на 18,7% по сравнению с апрелем. В июне рост замедлился на 3,7%, в июле произошло существенное снижение цен производителей на 8,7%, а в августе она составила 0,2%. Итак, перед нами голосование от Rambler. Вы заметили рост цен на бензин в сентябре? И два варианта ответа. Да, обратил на это внимание. И второй вариант. Нет, мне кажется, цены не изменились. Ну, конечно же, я думаю, что наши соотечественники это все заметили. И так, как мы видим, 80% россиян заметили значительный рост цен на бензин в сентябре. На самом деле, самое парадоксальное в том, что Россия является одним из самых мощных нефтедобывающих стран в мире. Несмотря на это, бензин у нас один из самых дорогих во всем мире. Например, в Венесуэле бензин стоит в пределах 10 рублей, а у нас уже почти 50 рублей. И как бы нам ни кричали по общественным радиоканалам, телерадиоканалам и СМИ, что правительство делает все возможное, чтобы мы не ощущали повышения цен на топливо, на самом деле это просто сказки. Мы видим, что повышают не только пенсионный возраст, повышают налоги, НДС, НДФЛ, повышают цены на топливо, ЖКХ и все остальное. Единственное, что не растет, так это наши с вами зарплаты. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok